Добрый день, Никита. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию в Новом Зиме. Да, привет. На Белушей, да? Там ситуацию, я прокомментирую, конечно, я знаю, что там было. Может быть, не во всех деталях необходимых. Ну, ситуация очень банальная. Это как раз то, что сейчас происходит везде. Медведи, теряя лед, выходят на берег. Постепенно на берегу они перемещаются вдоль берега. То есть, основная активность медведей на берегу, где бы они в какой точке ни вышли, они большую часть времени спят. И часть времени вредит вдоль берега в поисках порт. Ну, потому что, как мы знаем, во всей Арктике береговая полоса – это активная экологическая зона. В результате, через какое-то время, эти медведи собрались в районе поселка. Они собрались там, потому что там была огромная свалка отходов, в том числе пищевых, на которые медведи повырялись. В результате их там собралось, сколько там было, 26, по-моему, школы. Штуб 5 приходило в город, поскольку люди не были подготовлены для того, чтобы правильно регулировать эту ситуацию. Они там прятались, насколько я знаю, убегали, боялись. В результате медведи поняли это, стали чувствовать себя более свободно. В результате возник крик, как всегда, что медведи терроризируют население. Был запрос на отстрелы. Ну, вроде обошлось без отстрелов, куда поехала комиссия. Начались, наконец, попытки по наведению порядка ликвидации свалки. Ну, то есть, как раз стандартная ситуация. Медведи оказались на берегу, там был фактор привлечения, они собрались сюда, люди не знали, что делать. В результате все это перебросло в конфликт и такой широкий резонанс медийных средствах. Спасибо большое. Если мы готовы, то мы можем перейти к видео. Да, давайте по порядку с первого и первые три. Я думаю, мы их не первые три. И это не то, вон. Там где белые медведи. Эти три клипа, это короткая иллюстрация того, как зверь ведет себя, когда он либо обследует инфраструктуру человека, либо встречается с человеком на короткой дистанции. Это первая иллюстрация. Мама медведица пришла к моему полевому дому. Нам не секлось, а вот обратите внимание, в доме никого нет. Я живу там один, я стою на улице с камерой на штативе, снимаю ее. Она не обращает внимания на меня, хотя может меня видеть, потому что все ее внимание на доме. Тут важно обратить внимание на то, как деликатно этот звери следует объект. И это как раз та ситуация, когда при первом приближении, при первом подходе звери надо отпугнуть. Но в этом случае отпугивание не потребовалось, потому что она сама очень разумно себя вела и быстренько ушла. И это другая иллюстрация, это во время наблюдения на косе я стою у основания навигационной башни и приближается крупный самец медведь. Вот посмотрите на выражение его лица и как он реагирует, когда он обнаружил присутствие человека. А то же сказать, что здесь я не предпринимал умышленно никаких действий для отпугивания. Я узнал, что произойдет, но он до сих пор не видит. Он сейчас находится от меня в одном метре, аж меньше. Единственное, что я сделал здесь, это я ударил по стенке кунда ногой. А он, между прочим, пришел на это место, потому что это необычное место, он любил спать около стенки этого кунда. А место оказалось занято. Это тоже хорошо иллюстрирует поведенческую природу Бедного Медведя. Он не знает, что это за объект перед ним, он не знает, что от него ожидать, как на него и реагировать, поэтому он просто уходит. Ну и третье. И это еще одна ситуация, когда мама с Медвежатой приближается к оператору, то есть в этом случае ко мне. Я стою около угла вот этого второго домика, который здесь частично видят. Я вообще ожидал, что она пойдет к другому, я ее буду снимать. Она пошла ко мне. Я умышленно дал ей подойти, чтобы снять эту ситуацию как иллюстрацию поведения. Ну, прекрасно понимаю, что я контролирую полностью. Вот только здесь она увидела. Вот это то, что можно назвать, что я называю защитой моржа. То есть в боссах в руках в этой ситуации используется так же, как моржи используют свои плаги. Ну, это интересное поведение. Здесь была такая эмбивалентная реакция. И здесь было немножко возбуждение, исследование и немножко защитная агрессия. Если следовать правилам, которые я в данном случае умышленно нарушил, надо было бы купнуть эту медведицу до того, как она подошла к дому. Если бы я просто вышел и показался, она бы убежала. Ну и последний клип. Это коллективное использование туши моржа. Это иллюстрация того, насколько социальные белые медведи. У них нет, как у волков, коллективной групповой работы. Но у них есть коллективное использование добычи. И при этом есть определенный неспециальный ритуал. Просьба разрешения присоединиться к добыче. В этой ситуации такой ритуал никем не совершался. Они просто приходили и ели, возбужден. Но я не буду дальше говорить, но просто посмотрите на их поведение. Нет агрессии, нет никаких реальных драк. Все короткие взаимодействия регулируются только на демонстративном уровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Суаловка Суаловка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok